На Умаренгуэ работает уполномоченный по правам человека в Янао Анатолий Сак. Чтобы определить круг вопросов, которые сегодня волнут горожан, он встретился с представителями общественных организаций, пригласил их к дальнейшему сотрудничеству. Именно общественники лучше всего знают насущные проблемы своих земляков и служат связующим звеном между властями и народом. Продолжение темы далее. Правозащитную работу на Ямале включено порядка 60 НКО. Однако, полагает омбудсмен, их может быть значительно больше. Ведь общественники хорошо знают проблемы своих земляков и могут стать хорошими помощниками в их решении. С такими организациями Институт уполномоченного по правам человека готов подписать соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанных соглашений обменится информация, по которой я имею право в соответствии с должностью принять какие-то меры, определенные сразу же, немедленно. За круглым столом священнослужители, активисты, которые занимаются проблемами ЖКХ, оказывают помощь пожилым и многодетным. Людмила Бедненко, возглавляющая сообщество родителей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями, сразу выступила с предложением создать своеобразный инкубатор поддержки для НКО. Им поделилась активистка, иногда трудно даже бухгалтера найти. Такие специалисты зачастую не знают, как вести дело некоммерческой организации. Немаловажная проблема – трудоустройство молодых инвалидов. На протяжении 8 лет трудоустраиваем в организацию молодых инвалидов, испытывающих трудности в поисках работы по региональным программам через Центр занятости населения. Таким образом, проблему мы решаем лишь частично, так как по этим программам можем трудоустроить максимум на два месяца. Другие темы, поднятые общественниками – трудовые отношения, адаптация мигрантов и, конечно же, жилье. Очень медленно движется очередь по коренным малочисленным народам севера в городе Новый Ренгой. Понятно, что эта программа окружная, все финансирование идет с округа, но тем не менее сейчас в очереди стоит 22 человека всего. Но некоторые люди уже стоят более 20 лет. Сегодня это вопрос адаптации мигрантов в России, в частности на Ямале. В основном люди приходят с бытовыми проблемами. Мы их направляем, советуем юристами, психологами и по мере возможности и материально, что можем, то и помогаем. Со стороны местной власти, подчеркнул Анатолий Исаак, есть полная готовность к взаимодействию. Поэтому практически все вопросы получается решить здесь, на месте. Диалог с общественниками – то, что помогает в работе. Без вас нам бы, как органам власти, было бы тяжело решать некоторые вопросы и проблемы. В свою очередь мы всегда открыты для вас. С любимыми вопросами, ну, по крайней мере, на сегодняшний день, насколько я знаю, нерешенных вопросов нет. Переселение из аварийного жилья, как один из самых насущных вопросов, отметил омбудсмен, он обсуждал и с главой Нового Уренгоя. В ближайшие два года в нашем городе он уйдёт с повестки дня вместе с последней расселённой деревяшкой. Людмила Завгородний, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».